здравствуйте эта программа окна города в студии работают николай мельниченко и надежда кимежук здравствуйте чего начать свой бизнес этот вопрос задаете себе те кто вдруг решил начать свою жизнь заново и работать на себя действительно самое трудное именно начать предпринять первые шаги на пути к намеченной цели но если вооружиться необходимыми знаниями то поверьте это не так уж и страшно может и правда не страшно если оказаться в нужном месте еще и с нужными людьми с местом у нас все в порядке белару 4 и с людьми тоже повезло почему потому что гости нашей сегодняшней программы точно знают как начать бизнес нуля да еще и денег дадут кстати по поводу денег дадут по поводу раздачи финансов расскажет горячего виктория заместитель начальника управления государственной службы занятости населения комитета по труду занятости и социальной защите гродинского облсполкома готов поделиться опытом и своими знаниями дмитрий морецкий учредитель классик электро а еще у нас в гостях елена разова доцент кафедры системного программирования и компьютерной безопасности факультет математики и информатики гродинского государственного университета имени янки купалы и руководитель студии проектов и стартапов и конечно же в гостях у нас олег ширяев директор гродинского областного учреждения финансовой поддержки предпринимателей организатор гродинского инвестор кенте здравствуйте вам добрый вечер тема нашей сегодняшней программы от идеи до бизнеса и у нас работает телефон прямой линии 48 0 1 48 пожалуйста звоните и как сегодня сказала моя коллега сегодня мы будем раздавать деньги вот с этого вопроса можно было начать потому что это самая интригующая часть программы но наверное начнем с того мероприятия который все таки стартует завтра да и более подробно поговорим об этом и так олег рассказывайте нам что вообще такое себя представляет наш уикенд инвест уикенд завтра у нас с вами старт такой красивый теперь какая-то новая форма я читала даже до организации два этапа один этап прошел завтра второй этап но более подробно расскажите нам многие еще не в курсе там давайте завтра в 9 30 в здании факультета филологии гродинского государственного университета будет проходить 16 инвест уикенд что это такое это вообще мероприятие некоммерческого характера исключительно социальное оно направлено только на то чтобы все наши талантливые люди города гродно гродинской области республики в целом потому что приглашены гости из минска в том числе они вышли на сцену и со сцены презентовали экспертам жюри просто зрителям свои уже готовые которые прошли первый отбор этого два этапа новая форма свои бизнес-идеи бизнес-проекты уже я бы сказал так то есть люди на протяжении почти шести месяцев занимались тем что от бизнес-идеи мелкими шагами с помощью нашего учреждения с помощью гродинского государственного университета с помощью менторов спикеров из числа предпринимателей действующих предпринимателей которые надо сказать большое им спасибо никогда не отказывают в помощи поделиться именно своим опытом с начинающим нашим малым средним бизнесом люди просто приходят предприниматели действующие и говорят о том как они достигли успеха делится до него того это некий такой данский такой экономический форум по гродински да миниатюре ну это да это грубо говоря это форум в котором происходит деловое общение но неформальное общение то есть талантливые люди это и доценты и профессора кафедр они выступают со своей идеей говорят что вот есть то 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 мы посмотрели международный опыт мы поделились там то есть полностью готовый бизнес проект и они все это выносят на суд зрителей и на суд экспертов эксперты у нас приглашены с различных областей они могут и сильно покритиковать идею могут ее похвалить то есть в итоге по результатам презентации данного бизнес проекта та команда которая предлагает этот свой проект она имеет конкретное уже конкретный результат будет идея работать или нет то есть я вас так понимаю что необходимо одно желание на сегодняшний день до необходимо бой человек который даже может нас может на этот не попадет у которую пожелает следующему году может поучаствовать да даже если у человека нет идеи он просто может попроситься к нам мы приложим все усилия если он инициативный настойчивый и пусть даже у нас в принципе все люди талантливые пусть он талантлив какой-то какой-то отдельной определенной области мы найдем ему команду поможем найти команду плюс в нашем университете есть очень хорошая материальная база действительно есть создана работа и технопарк то есть вариантов просто огромное количество да хотелось бы немножечко так ну я скорее продолжу а то на тех возможностях которые предоставляются людям у которых на самом деле даже нету бизнес-идей на и желание получить создать свое дело но либо есть идея на неизвестно как ее реализовать или может быть даже есть уже идеи и даже проект но нету людей нету понимания где разместить свою свой бизнес свое предприятие где получить стартовый капитал большей степени такие вопросы задают себе молодые люди ребята студенты ближе к выпуску даже на самых ранних этапах и для того чтобы их поддержать в право в университете был начат проект под названием студия проектов и стартапов это тоже бизнес проект он нацелен на то чтобы создать условия для пока в первую очередь студентов но наши цели очень амбициозно выйти на город на регион чтобы помочь людям найти идею для этого организуется сессии генерации проектных идей мозговые штурмы дальше эту идею воплотить в бумаги в проектную идею для того чтобы эксперты могли оценить эту идею на предмет ее жизнеспособности на предмет того насколько она может быть конкурентно способна если это проектная идея действительно достойна усилий мы помогаем собрать команду благо на в университете представлены почти все сферы подготовки это студенты и инженеры и экономисты маркетологи айтишники психологи юристы и у нас есть эксперты специалисты наши преподаватели плюс центра финансовой поддержки предпринимателей наши специалисты это мощнейший ресурс бизнес экспертизы и уже на этапе превращения идеи в бизнес проект подключаются бизнес эксперты люди у которых есть реальный опыт своего и может быть ни одного бизнеса и они могут эту бизнес идею помочь и оценить и даже направить в сторону реализации может где-то какие-то дополнительные инвестиции найти да конечно конечно тогда когда уже эту идею можно выносить на суд инвесторов разрабатывать бизнес-план оценивать какие ресурсы могут быть вложены самим предпринимателям будущем может быть кредитование может быть инвестиции может быть визит все зависит от того что когда человек боится предпринять первый шаг именно потому что у меня нету денег не в деньгах на старт проекта как мне в деньгах счастье так и то же самое это всего лишь подтверждение того что ваша идея была грамотной успешной и вы в нее вложили самое важное время собственные силы вы рискнули своим тем что у вас есть получается самое главное нас идея день я даже идея идея и команда идея и команда да многие идеи можно в одиночку реализовать бывают ли случаи плагиатства но в творческой среде этот термин знаком а в бизнес-среде кто-то пришел к вам с хорошей идеей ее озвучил рассказал а там вот пожалуйста кто-то другой реализовал знаете очень часто мы слышим такой вопрос а если я поделюсь своей идеей да ее кто-нибудь украдет во первых все украдено до нас ничего нового принципиально в одиночку люди не создают самые глобальные инновации это результат усилия огромного количества людей все идеи которые мы придумываем или видим принесенные вот студию на инвест уикенд на университетский конкурс и на старт это всего лишь может быть немножко иное применение того что уже есть может быть перенесение на нашу почву какого-то чужого опыта и поверьте если вы принесли идею и порой даже не готовы в нее вкладывать собственные усилия кто же ее будет делать кроме вас так что идеи которые существуют только в ваших головах они там чаще всего и останутся идеи которые вы не озвучиваете которыми вы не делитесь вы не сможете реализовать в одиночку вам нужны люди вам нужна поддержка поддержка экспертов поддержка команды откуда они возьмутся если не поделиться вам обратиться за помощью да сейчас студия работает по принципу открытой студии мы всю поддержку это и обучение экспертиза и работа модераторов бесплатно но пока это пилотный вариант проекта мы рассчитываем на то что эта инициатива будет коммерческим проектом и на дальнейших этапах на следующих этапах реализации ряд услуг ряд функций будет так скажем за определенную плату но доступную я хотел бы дмитрий уточнить как это работает вот на вашем примере все-таки это действительно возможно да это все возможно на нашем примере мы пришли у нас была команда и у нас была идея куда вы пришли мы пришли на инвест у кент который был в прошлом году тоже в ноябре месяце молодая команда только основались только собрались по сути даже не сработаны еще толком были вот пришли с идеей идею хорошо подготовили идею хорошо упаковали хорошо сделать презентацию презентация понравилась наша презентация наша идея победила в двух номинациях из трех после инвест у кенда к нам стали обращаться люди сами то есть у нас появились инвесторы не только финансовые но инвесторы менторы которые нас дальше консультировали финансовых вопросах консультировали в вопросах юридических каких-то то есть нам уже не пришлось обращаться в какие-то организации где прежде чем вы участвовали бизнес у кенди уже как-то готовились к этому да и кто-то вам помогал и осуществляла какие-то там подготовительные процессы подготовка бизнес в кенду проходила абсолютно спонтанная мы прочитали рекламу что будет инвест у кенд посидели обсудили подумали да надо нам надо нам тоже сходить и надо попробовать ничего не теряем по-любому но вдруг что-то приобретем и приобрели насколько сложными были эти шаги до того момента получить получить вот необходимые средства на вашу проект по сути после инвестор кенда у нас было порядка десяти встреч с инвесторами которые где-то не дали результата какого-то где-то были какие-то договоренности где-то что-то мы рассказали что-то нам рассказали полезное любом случае каждый раз была полезная обратная связь которую мы собирали делали выводы и на основании всего этого мы готовились на очередные встречи которые у нас скажем следующей встречи были все выше и выше уровень с нашей стороны то есть идея была расскажите чем вы пришли что вы придумали чем вы победили в конце концов наша идея была в создании технического парка мы его назвали хранители истории основная идея у нас было это реставрация транспорта но не реставрация не просто а реставрация именно с афишированием на интернет то есть каждый заказчик имея свою мощь отдав нам свою машину свою по сути любовь потому что восстановить старый автомобиль это любой любить это надо он не только может сидеть и догадываться как что мне сделали что там не сделали мы это все пока снимали вваживали в интернет и по сути каждый шаг восстановления виделась можно было проследить не только заказчику но и любому другому человеку кому интересно было это было одна из частей наших идей нашей идеи вторая часть имея уже ретро транспорт мы предложили идею ретро туризму то есть мы предложили ретро такси для города в котором можно было сесть вместе в машину все вместе с гидом поехать по городу на красивой старинной машине по красивым старинным улочкам нашего города и это гораздо интереснее чем просто прогуливаться пешком или кататься на банально любой машине такси которая у нас городе есть еще одно направление было именно социальный аспект мы помимо всего прочего приглашали к нам людей можно было к нам прийти посмотреть как все это делается пощупать вживую может кому-то в будущем это станет интересно могли школьники к нам прийти могли студенты училища и университетов прийти собственно вот такая у нас идея наверное школьники к вам определенные приходили потому что я так понимаю идеи эти могут предлагать не только взрослые но и школьники у нас есть вот видеоматериал где свой стартап предлагали семиклассницы между прочим семей восьмиклассницы да давайте посмотрим как это все происходило и что из этого получился на эту территорию проходила и первая и вторая мировая война но тут захоронены не только русские солдаты белорусские еще немецкие слушай как тебе идея насчет того чтобы разработать приложение для туристов мне кажется им было интересно здесь проходить можно конечно восьмиклассниц софию миронову и полину хлань объединяет не только отличная учеба но и создание совместных бизнес-проектов вдохновляет родной гродно богатый историческим прошлым вот так спонтанно как сегодня прогуливаясь по городу в минувшем году девочкам пришла идея создания квеста для юных туристов под названием гродненские приключения для детей однажды у нас в школе проходило мероприятие где нам понадобилась настольная игра о беларуси когда мы пошли в магазин книжный оказалось действительно игр о беларуси а тем более городе гродно их вообще нет гродно безвизовый город поэтому здесь конечно интересно было сделать что-то что туристы могли бы забрать с собой кроме каких-то сувениров то что они могут дома поиграть со своими детьми к тому же изучая наш город гродно сколько времени у вас ушло на работа ну то есть мы начинали разрабатывать в прошлом ну в этом году это было где-то с середины зимы и вот мы разрабатывали до где-то марта идея так и могла бы остаться идеи если бы не поддержка взрослых елена владимировна учитель биологии помогла школьницам оформить задумку и составить задание для юных туристов которые гуляя по парку жилибера или зоопарку пополняли бы свой багаж зданий почему именно полина с софией ну наверное с полиной мы уже давно начиная с ее четвертого класса мы впервые написали научную работу где она выступила блестящие на конференции они уже наверное ничего не боятся они могут выступить перед любой публика ответить на вопросы и они этим живут им это нравится поэтому это самое главное вооружившись своей идеей девочки в марте этого года отправились на инвест викенд в купаловский университет и успешно ее там презентовали самые юные участницы полина и софия на таком мероприятии выступает второй год подряд и довольно успешно было такое волнение потому что мы были самыми маленькими из всех участников вот но как бы когда мы начали рассказывать то все стало хорошо нас все поддерживали улыбками получили много положительных эмоций как бы нам стало приятно что идеи которые мы выдвигаем им они нравятся не только нам они нравятся и другим людям то есть нам приятно вот это делать и само это занятие создавать сайт на самом деле очень интересно 40 бизнес-проектов студентов и школьников среди которых идея полины и софи получает признание девочки взяли дипломы в двух номинациях как лучшая команда и лучшая идея для города гродно наше мобильное приложение которое мы презентовали долго находилась гугл маркете его скачало больше трехсот человек им пользовались значит это интересно было не только инвесторам но и жителям города гродно было интересно туристам нашего города поэтому я думаю что это интересно к тому же со многими проектами мы выступали на стойдеи для белоруссии которые жюри экспертному жюри тоже были интересны эти проекты я думаю что мы делаем полезное дело которое интересно не только нам правда пока гродненский квест реализован на малых интернет-площадках создатели надеются их идея найдет отклик у широкой аудитории на все хватает время то есть все это проходит после школы то есть нам если бы нам это не нравилось мы бы этим не занимались но нам это нравится создавать сайты смотреть туристические места это вот это нужно попробовать и я уверен то что это всем понравится полина же и софия кажется неустанно генерируют идеи в этом учебном году снова презентуют проект игры мема и опять а грудно идея отобрана организаторами и уже завтра девочки представят ее на очередном инвест викинде вот такие замечательные начинающие предприниматели мне кажется что если у нас есть вот такие девушки и такая поддержка все будет хорошо по плечу но пожелаем им удачи завтра потому что девочки будет презентовать а вы нам олег рассказывайте дальше девушки завтра придут с новыми своими проектами будут ли еще те люди которые снова будут участвовать одну идею протолкнули пошла помощь пошел пошла какая-то отдача и сейчас снова к нам приходится и получается ли с первого раза вы сейчас выслушали яркий пример яркий красивый яркий красивый пример изначально два молодых человека пришли в наше учреждение занимавшись каким-то неизвестным делом у себя в гараже каким неизвестным делом все в рамках закона да нет все в рамках закона просто они пришли говорит мы хотим а как это сделать постепенно потихоньку по ступенечкам зарегистрировали коммерческое предприятие понятно что с нашей помощью для того чтобы было дальнейшее развитие они были приглашены вот именно на инвест уикенд ну то есть предварительно уже подготовили наши специалисты объяснили как что лучше как правильно делать вот результат они выступили и буквально в ближайшее время они получили обратную связь в виде инвесторов и просто сторонних помощников которые готовы были идти на контакт готовы были вкладывать денежные средства завтра инвест уикенд прошел первый этап отобрана на основной конкурс 12 проектов это проекты уже которые прошли первоначальную обработку и они готовы к презентации проекты различные пока не буду раскрывать секрет но есть даже и нет вот приходите завтра к нам на инвест уикенд посмотрите завтра будет присутствовать один из бизнес ангелов тоже секрет что значит бизнес ангел такой красивый термин бизнес ангел это это инвестор венчурный инвестор который готов вложить деньги в такой рискованный проект в рискованную идею без особой уверенности что будет получен какой-то результат денежный маржа от прибыль то есть рискованный человек с деньгами что вы не одиноки в этом у нас еще есть государственная служба занятости которые тоже раздают деньги и скажите виктория вот здесь субсидии да я так понимаю такая форма на какие все таки виды деятельности можно получить вот такие субсидии каком размере вот если кто-то заинтересуется ну вообще начнем с того что субсидии это финансовая поддержка которая выделяется зарегистрированным гражданам в качестве безработных то есть обязательным условием является эта регистрация установленного законодательством порядке в качестве безработного выделяется субсидии на организацию предпринимательской ремесленной деятельности а также деятельности сфере агро-экотуризма наиболее на учете простите нужно стоять я могу сегодня вот безработной сегодня я увольняюсь завтра я безработная а потом я получаю вашу субсидию ну вообще для того чтобы получить субсидию цель же как бы службы занятости это занятость трудоустройства в первую очередь если в течение месяца человек не в силу состояния рынка труда не смог подобрать себе подходящую вакансию вот тогда в общем то он может рассчитывать на достаточно месяц достаточно месяц чтобы рассчитывать на получение субсидий а сколько уже может быть за вот этот прошедший может быть год уходящий да сколько вот таких субсидий на сегодняшний день по оперативным данным если брать статистику у нас выделено 180 субсидий по грудинской области это в этом году в этом году а что для этого нужно если вот центре поддержки предпринимателей там нужен какой-то бизнес-план и в общем доказать свою состоятельность что здесь для получения субсидий безработный гражданин должен обратиться в службу занятости с заявлением о том что у него есть такая такое желание кроме того он тоже должен представить бизнес-план то есть финансово-экономическое обоснование деятельности которую он выбрал вот для того чтобы этот бизнес-план составить скажем так специалисты службы занятости всегда идут на встречу могут оказать методическую помощь даже практическую при составлении бизнес-плана кроме того служба занятости за счет средств фонда социальной защиты населения может безработного при его желании направить на курсы на которые в на которых тоже ему в первую очередь будет оказано содействие в составлении бизнес-плана и вообще раз это учит учреждение образования но по направлению центра поддержки месса вы дружите дружим дружим мы принимаем прямое участие в в образовательной части до молодых да не молодых просто физически это же вообще очень хорошая идея вот правда я не могу себя найти я не могу себя найти я хочу открыть свое собственное дело но и вот пожалуйста есть центры занятости консультировать не будут будут специалисты службы занятости тоже на безвозмездной основе проведут консультацию расскажут ну скажем так как открыть свое дело начинающие какие для начинающих какие первые шаги еще возможно происходит на практике вот то есть приходит человек а что ты умеешь делать я вот умею там что-нибудь лепить из пластилина но это вот пластилин как пластилин но вот ремесленная деятельность да вот лепка из глины тем более теперь это актуально у нас же очень разбивается это направление в гродненской области можно тоже получить да 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 а если что-то не получится центр я давайте про субсидии поговорим это же интересно субсидии вот вы расскажите про сумму а тут наши телевизор для граждан которые зарегистрированы в городах размер субсидии составляет 11 бюджетов проживающего минимума в среднем на душу населения то есть на сегодняшний день если в денежном эквиваленте это порядка двух с половиной тысяч рублей если граждане зарегистрированы на селе то эта сумма возрастает и составляет 15 бюджетов проживающего минимума да и на сегодняшний день порядка трех с половиной тысяч рублей я так понимаю этой суммы достаточно для каких-то первых шагов да 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 ну у нас есть у нас есть один инструмент это субсидия центром поддержки предпринимателей либо инкубатором это деньги областного бюджета и они выдаются именно с вот субъектом инфраструктуры то есть объясню в чем суть помимо нашей основной деятельности у нас еще есть в каждом районе центр поддержки предпринимателей то есть любой кто хочет может обратиться в этот центр и получить всю необходимую информацию либо любую помощь платная помощь бесплатная все причем центры поддержки предпринимателей это каждый коммерческая структура говорят что бесплатный только сыр в мышеловке нет все все есть и все реально работает мы периодически ну раз квартал посещаем по возможности конечно посещаем эти центры поддержки предпринимателей разговариваем непосредственно с ними приглашаем местных предпринимателей местные органы власти очень тесно работаем с исполкомами то есть человек любой как лена говорила правильно единственное это желание все желание не опускать руки вот даже если нет идей можно приходить я просто знаю что несколько лет назад была такая проблема в исполкоме там где жаловались что в деньги есть но никто не приходит не берет да сейчас не не несет свои идеи и не просят как говорится и было такое наверное возможно был такой период сейчас к на сегодняшний день такой проблемы как таковой не имеется то есть мы пошли дальше мы опять таки принимаем делаем опрос центров поддержки предпринимателей может быть кому-нибудь нужны деньги в конце года они кому нужны деньги товарищи не делают заявки определенного рода заявки рассматриваются ну то есть все все двигается все шевелится как бы и такой проблемы как было раньше то нет точно а нет ли проблемы что это одни и те же люди которые собственно хорошо понимают преимущество вот этого они какого кредитования нет 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 то есть здесь вы тоже как-то ранжируется все сегодня все очень жестко четко учитывается то есть деньги это деньги то есть это это такое имущество которое имеет определенную ценность и просто так допустим бюджетные деньги раздавать направо налево это просто по крайней мере будет не неправильно и не честно по отношению и государству и к нашим хозяйству да и не по хозяйству скажите вы наверное не первый раз да в этих бизнес у кендах участвуется но за все время были проекты которые реально удивляли зацепили это что-то невероятное да или как-то все буднично проходит нет буднично не проходит идеи действительно впечатляющих в каждом конкурсе есть впечатляющие идеи проблема этих идей в том что они зачастую представляются даже без желания их дальше реализовывать возможно потому что есть опасения почему человек не делает первый шаг если мы чего-то не знаю этого опасаемся мы сразу придумываем себе кучу проблем почему это невозможно я даже не пробовала но я точно знаю что нельзя все будет плохо денег нету и никогда их нигде нельзя взять бизнес зарегистрировать это ужасно сложно налоговая отчетность это неподъемной а отсутствие информации очень простой очень доступный очень понятный увы оказывается тем барьером который перешагнуть встать с дивана крайне сделать делать почему невозможным этот первый шаг а вот работа на конкурсах участие в конкурсах тоже никаких инвестиций не нужно до на работа с такими структурами которые мы можем назвать бизнес инкубаторами структурами бизнес ангелов и так далее в первую очередь направлен на то чтобы дать людям деньги на то чтобы а понятие помочь им понять что дальше можно двигаться даже при самых минимальных затратах что делать что это не страшно это не больно и может быть результат но есть еще одна сторона увы я думаю олег поддержит есть зачастую ожидание что мне сделают бизнес я приду мне дадут деньги мне скажут что делать и куда дальше двигаться очень часто кстати такое бывает а ведь предпринимательство начинается с готовности рисковать и инвестировать пусть не свои деньги на свое время свою ответственность за себя и за других то есть на предпринимательский будет становятся люди которые готовы нести ответственность за себя они ждать что за них кто-то что-то решит обеспечит им рабочее место идею даст денег и так далее вот это самое главное инвестиции надо даже само определение предпринимательской деятельности по кодексу самостоятельно инициативная на свой страх и риск и под свою имущественную ответственность то есть вот все все понятие конкретно сказано то есть если человек имеет желание и хочет этим заниматься инструменты помощь со стороны государства образование науки то есть масса я дальше на ваш сайт заглянул там все расписано если так захотеть сколько налогов где чего там к платить все есть если кому-то есть желание ну а вы как оцениваете вообще вот эту бизнес среду у нас и особенно желаемость до этим заниматься она высока или еще мы не доросли как-то в этом плане желание заниматься бизнесом есть причем есть у большинства людей но не каждый может и готов вот про что есть вот проблема есть то есть очень много людей на стадии перехода от идеи как ее превратить в бизнес план они просто перестают этим заниматься потому что есть барьеры как вы говорили или все таки они понимают что не справляются надо работать надо прилагать усилия то есть идея не превращается сразу в мешок денег чтобы ее реализовать надо предпринимать усилия и вот на этапе перехода от идеи к реальной работе это работа не всегда интересная она им бывает рутинной скучной это подготовка документов это согласование ну это не похоже на увлекательное путешествие все это сложно да это не сложно это не сложно но это не так просто как инициатива должна быть да вот это надо делать это надо делать у нас есть видеоматериал где одна героиня обниматель с героиня решила реализовать свою идею и что из этого все-таки получилось давайте посмотрим и что она расскажет уютная кофейня горячий напиток и свежие вафли секрет прекрасного настроения снежанны кудрицкой а чтобы не блуждать по городу в поисках подходящего заведения открыла свое небольшую но очень красивую кофейню у меня трое детей старшие дети выросли и уехали учиться за границу младшей дочери сейчас 12 лет и вот когда старшие дети уехали все таки меня было как-то очень скучно даже быть может не скучно может быть пустота какая-то и мне хотелось чем-то заполнить и все чаще стала вспоминать вот про эту свою идею поэтому я бы сказал даже может быть мечту воплощение мечты в реальность началось с поиска подходящего места а продолжилось изучением кофе и десертов дальше составление проекта и ремонт тщательно продуманный интерьер в любимом цвете снежанны зеленым но главное хороший коллектив одно дело когда идеи ты горишь этой идеей ты переживаешь и ты что-то придумал нужно это воплотить и собрать команду единомышленников тоже оказалось не совсем легко и просто вот благо сейчас я надеюсь что я очень близка к этому и я нашла единомышленников и людей которые также болеют за мою мечту за мою идею и также стремятся к развитию для комфортного расположения гостей сделано многое домашняя атмосфера уютные столики для двоих и конечно же продуманное меню фирменный рецепт венские вафли однако кофейня в первую очередь затратный и сложный бизнес и предсказать когда он окупится невозможно кроме удовольствие и конечно же это должно приносить еще и прибыль вот ну да учитывая что все таки ремонт в ремонт пришлось достаточно средств много вложить и команда и все то есть пока это идет процесс вложения доход зависит от количества посетителей клиентов гостей а также отзыв налогов выплат и так далее снежана стремится развивать культуру кофе среди гродницев она планирует проводить специальные вечера чтобы рассказывать о тонкостях приготовления этого напитка кроме того кофейня сотрудничает с несколькими благотворительными организациями каждый вторник у нас ну я решила что это будет на постоянной основе 10 процентов от выручки отдается на благотворительность вот я ну это как бы было такое мое решение осознанное секрет успеха от снежанной каждый день жить и дышать своим делом тогда все точно получится ну это вот наверное яркий пример того что можно реализовать конечно сложно конечно да тут есть определенная сложности но человек не опускает руки и это один один из ярких примеров целеустремленности настойчивости и дохождение до своей цели которая я так понимаю была с детства но вообще развитие кофеен вот такой вот сферы она насколько востребована сейчас можно ли еще сюда вкладывать либо уже их и так достаточно студия наша работает пока собственно два месяца проектов которые заявили на данный момент 29 из них в сфере общественного питания 7 и при том все они очень разные и очень интересно это как раз вопрос уникальности идеи ведь кафе ну ничего уникального в кафе нету но проект выигрывает тогда бизнес идеи выигрывает тогда когда у нее есть какая-то изюминка отличительная черта ну давайте львов допустим пример привести кофе может быть сколько угодно вопрос что это просто кофе или это кофе плюс идея плюс интерьер плюс арт-пространство плюс тракция какая-то внутри да 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 поэтому даже бояться я не знаю как придумать что-то новое придумайте старое но по-новому и и таких я думаю 22 есть продуктовые проекты на разработку технологии на разработку каких-то объектов связанных с техническими вопросами но специфические вещи с машиностроением связаны со строительством творческих проектов много связанное с реализацией туризм наверное да сейчас творческие проекты это и на студенческий театр это и например замечательный проект фрагменты создать в виде комиксов графический роман так называемый эпизоды наиболее яркие эпизоды литературных произведений белорусских авторов для привлечения интереса к чтению белорусским авторам и так далее это проект яркий пример и айти составляющий потому что это интернет ресурс художники дизайнеры это графический дизайн это литературоведы это продвижение великолепная история а в службе занятости здесь какие проекты имеют право на существование которые могут которые могут претендовать на вот эти субсидии то есть здесь тоже какой-то такой ну скажем так на на сегодняшний день самыми такими востребованными видами деятельности среди безработных является также вот и сфера услуг это торговля тоже как бы открытие мини кафе вот в волковыском районе например в этом году мы выделяли субсидию безработному гражданину который открыл так называемый кафе на колесах это такой фургончик быстрого питания да и говорят летом не было отбоя ну скажем так ну конечно нет это часть скажем так вложений но в любом случае как бы все равно неплохо когда возвращать не нужно когда контролируется вот посмотрели так вот эти средства надо отчитаться конечно она безвозвратная но целевая это субсидия после по истечению трех месяцев после регистрации гражданина в качестве ип он обязательно должен предоставить пакет документов службы занятости подтверждающий ее целевое использование кроме этого еще конечно есть такие ответственность такая у граждан которые получили субсидии это необходимость осуществлять деятельность не менее 6 месяцев в течение 12 месячного периода с оплатой естественных налогов вот либо обязательно также они должны те граждане которые выбрали своей деятельностью ремесленную деятельность либо услуги в сфере агроэкотуризма они обязаны оплатить тоже предусмотрен налоговым законодательством налог на следующий год после года в котором было предоставлено субсидии на целый год они освобождаются от уплаты налогов нет но они у них только один раз в год там налоговые да они один раз в год только кафе на колесах это ип он открыл индивидуальное предпринимательство подает подсумки платья одну базовую в год да вот имеется ввиду что для того чтобы подтвердить что они скажем так осуществляли свою деятельность на следующий год после получения субсидий они должны оплатить этот этот налог чтобы мы понимали что они работали и оплачивали все необходимые 6 месяцев они должны работать а потом простите у меня бизнес не пошел либо идея у меня пропала либо я вообще перехотя нет возвращать ничего не нужно вращать не нужно это только если эти услуги не были соблюдены услуги и пойти к вам снова но это не совсем в наших интересах нам же самое главное это самозанятость граждан они должны быть заняты нам лучше чтобы они и дальше продолжали свою здесь тоже знаете как это не получилось ну извините давайте попробуем еще раз нет один раз только можно воспользоваться данной данным видом помощи а давайте мы посмотрим как себя занимает сейчас дмитрий я знаю что у него новая идея есть у его команды вы сейчас занимаетесь да расскажите чем потому что это с мужских уст должно звучать мне женщине разборка автомобилей да это как-то не то наша предыдущая идея с которой мы были на прошлом инвест в кенде она уже на сегодняшний день автономно работает по сути вмешательства наша на сто процентов не требуется поэтому придумали новую бизнес идею активно сейчас ее развиваем собственно с этой бизнес идеи мы придем завтра на очередной в общей чертах расскажите чтобы никто не подслушал как бы так скажем какой-то не перевод средний малотоннажного коммерческого транспорта с традиционных видов топлива на электрическую тягу то есть простыми простыми словами будет не нужно покупать новый электромобиль мы сделаем вам электромобиль из вашего базе вам где-то поможет да наверное вдруг инвестор какой-то может появиться то это будет он у нас сейчас начались переговоры с властями нашего города мы на прошлой неделе были у мэра рассказали ему нашу бизнес идею ему идея очень понравилась мэр был вообще инициатором первого электрического троллейбуса которые ездят без проводов вот как у нас поехали в ольшанку вишневец троллейбуса это была его идея и мы пришли к нему прямо по адресу он с руками и ногами нас взял и сказал ребята делайте вот мы получили поддержку властей сейчас ведем переговоры по поводу финансирования по поводу обсуждаем какие именно машины мы сейчас будем делать в основном это будут коммунальный транспорт которым пользуется организации жилищно коммунальное хозяйство сах это и газели летучки которые ездят на вызовы на ремонт и более большие машины средне тоннажные мазы которые ездят допустим у спецавтохозяйств вывозят мусор ездят по дворам собирают то есть те машины на какой сумму вы рассчитываете сколько вам нужно денег полного счастья сейчас для полного счастья мы привлекаем средства в размере 300 тысяч белорусских рублей это нам надо для того чтобы полностью разработать и запустить в производство два прототипа то есть мало тоннажный и средне тоннажный это будет автомобиль на базе на базе газели и автомобиль на базе более крупного газончика а зачем вы завтра будете участвовать в инвест-викенде если у вас есть поддержка города вам выделят финансы а вы еще здесь вот хотите что-то заполучить немного ли мы хотим рассказать про нашу идею хотим собрать обратную связь не только от узкого круга людей но и хотим собрать обратную связь от прики от предпринимателей от частных лиц которые будут также гостями ну и не исключено что мы еще и там сможем привлечь деньги либо какие-то очередные новые знакомства главная риторика ваша я так понимаю что все возможно все возможно на месте нельзя стоять надо двигаться вперед мы в прошлом году не имея ничего пришли с идеей и эта идея выстрелила так что сегодня она автономно работает сейчас у нас новая идея и мы хотим опять этой идеи поделиться для того чтобы собрать обратную связь давайте узнаем что елена думать по поводу идеи да дмитрий как раз похоже представляет собой своеобразный такой вид предприниматель 20 серийный предприниматель это человек который придумывает идеи реализует выводит на стадию самостоятельного существования а дальше чтобы не скучать думаю идею следующую идею более того эти идеи ведь могут существовать уже даже независимо от того присутствует дмитрий его команда могут совершенно другие люди которые работают таким образом индивидуальный предприниматель инициативной идейность создает ту самую инфраструктуру тот самый те самые места для работы других людей которых своих идей может быть и нету не каждый может создать идею и каждый может создать бизнес но он получает готовое рабочее место в небольшом интересном увлекательном на бизнесе предприятия дает для этого ему надо в эту среду попасть на улице проявить хотя бы желание инициативе дмитрий очень правильно сказал два ключевых момента это не жадничать делиться идеей потому что так называемый networking то есть создание связей контактов знакомств сегодня не пригодилось завтра как найдется это условия успешной идеи и это максимальная информационная поддержка чтобы люди видели знали понимали что происходит потому что это нужно и тем кто выделил средства тогда мы видим что они ушли не впустую это мотивирует других людей вот человек делает это не просто какая-то обстрактная книги написано что так можно это реальные вещи его получилось ну почему не может сейчас возможности минимальными затратами обеспечить себе информационную поддержку продвижение и рекламу это социальные сети это инстаграм минимальное вложение минимальное знание минимальные навыки и вот вы уже звезда интернета могу добавить чуть-чуть добавить суть еще вместо уикенда в том что тот проект та команда она получает обратную связь от экспертов это такой дополнительный бонус который ну на других мероприятиях просто отсутствует обратная связь она может быть резко критической резко критичной то есть могут сказать что ты вообще просто не способен заниматься бизнесом могут наоборот поддержать это такая здоровая полезная критика которая привозит вот к результату но это и хорошо даже если критика такая прямо самая настоящая ты четко понимаешь что это не то куда ты собирался вкладывать силы время и деньги в конце до конца становиться вовремя либо наоборот идти дальше либо идти дальше думаю что-то другое елена я не могу не спросить у вас столько знаний вот столько вот этого всего вам не хотелось бросить делиться и заняться бизнесом и вот сколотить состояние там я не знаю с вашими знаниями это сделать очень легко и просто либо уже все есть мы только об этом не знаем мне интересно быть бизнес англов это мой бизнес потому что конечно есть я так понимаю надежда хотя имел ввиду что есть скепсис такой по поводу знаете есть такие выступающие там нет тренер или как ты которые тут видно что которые рассказывают как организовать бизнес но при этом сами где-то не преуспели в этом и определенный элемент доверия я об этом не думала нет 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 вы понимаете о чем безусловно и таких диванных экспертов достаточно много и увы они могут увести совершенно не в ту сторону как минимум не дать полезный совет поэтому безусловно надо общаться работать с практиками но и знание системные которые могут представить не практики на теоретики но знающие полноценно например система маркетинга экономика так далее это тоже очень важно пути выходы где-то там же конечно же потому что можно научиться нажимать одну конкретную кнопку а завтра кнопки нету она другая нужно уметь сориентироваться в бизнесе в экономике в трендах в тенденциях так далее а что касается собственного опыта у меня опыт проектного менеджера при том очень большой опыт проектного менеджера как организовать людей так чтобы они достигали цели это это мой бизнес кажется думал вот все-таки положительное влияние бизнес у кендов ну наверное есть какие-то примеры когда из небольшого такого вот проекта как у дмитрий все переросло настоящий серьезный серьезный бизнес вот это как-то стало каким-то таким локомотивом конечно более того и в университете сейчас запущены свои внутренние конкурсы они пока только внутренние но тоже с потенциалом на развитие название этого конкурса и на старт и на старт к участию которых привлекаются учащиеся колледжи студенты университета нашего ведь задача конкурса это не только стартовать свой бизнес это получить компетенции это прокачать свои навыки презентации это попробовать себя в качестве человека представляющего идею совершенно необязательно участие в конкурсе должно закончиться бизнесом возможно этот будет идея 1 2 3 5 только 10 идея сработает в этом просто можно вырасти поэтому идти на конкурс потому что я не уверена что моя идея не будет реализована это совершенно не повод туда не идти наоборот нужно идти нужно потому что там можно найти моя идея может оказаться не очень удачной а чужая идея классно и я хочу с ней работать но есть такой еще поймали знаете предпринимательская жилка некоторые говорят есть они не получится у меня нет предпринимательской жилки поэтому я не буду там этим заниматься да это вот как вы это диагноз я уверена нет и желание предпринимательская жилка да есть люди у которых все горит и все сходу глядя на вас вот кажется вот она лидером надо родиться лидером можно научиться стать можно и для этого есть и методики и систем иначе бы у нас масса вещей не произошло в жизни потому что если бы все думали только я не родился лидером я не могу людей мотивировать то же самое я не родился предпринимателем а кто такой кто выявил ген предпринимателя никто у вас может получился не от не с первого раза более того если мы обратимся к истории любых крупных предпринимателей за спиной наверняка есть куча провалов и предприниматель это не тот который сразу придумал идею и понеслось это тот которого не получилось не он поднялся пошел дальше а еще нужно оказаться в нужное время в нужном месте везение это наверное правда как на бизнес успеха конечно же поэтому таких мест может быть много и главное их не пропустить инвест уикенд и на старт бизнес конкурсы кейс конкурсы инвестиционные всякие форумы то есть должна гореть земля под ногами и тогда может быть двигаться может мы еще в двух словах мне самой любопытно я просто для себя открыла что у нас есть такое учреждение в городе учреждение финансовой поддержки предпринимателей правда вот каюсь виновата вот только о вас узнал расскажите чем вы занимаетесь чем занимается ваше учреждение какую помощь вы оказываете мы сейчас нет я понимаю я имею ввиду что до программы то есть я для себя открыла что у нас есть городе такое учреждение вот благодаря этой теме я узнала о вас и вот сейчас я узнал очень много всего того что происходит в городе с бизнесом совершенно не связано чем вы помогаете предпринимателям скажу коротко так учреждение в основном занимается социально направленной работой то есть мы учим начиная со вторых третьих классов деток финансовая грамотность денежная азбука как построить бизнес как открыть бизнес короче от второго класса до готового бизнес-плана с выходом на инвест уикенд полностью пошагово за ручку как мама деток вводит в садик так мы можно сказать со всеми бизнес-классы специальные в школах у нас есть либо что вот именно что на сегодняшний день в школьной программе нет вообще ничего а могло бы быть вроде бы как бы на уровне а предложение есть что для министерства образования да предложение есть предложение готовы сформированы и министерство образования на сегодняшний день предложила школам на свое усмотрение создать вроде бы какие-то вне классные часы что-то активы да факультативы но это по желанию родителей и по желанию детей у нас немного по-другому мы приходим в школу говорим вот мы такая организация вот наши подготовленные уроки мы готовы их провести для детей у нас предусмотрены небольшие призы, небольшие подарки, конкурсы, ребусы. Действительно, приятное мероприятие, которое я сам присутствовал неоднократно, очень полезно для детей. Они действительно выходят. Мы говорим, что такое деньги, что такое бумажные деньги, что такое металлические деньги. То есть основа та, которая, как распоряжаться деньгами, которые мама дает на карманные расходы. Можно проесть в буфете, а можно отложить. Как делали мы раньше. Да, да. То есть уже здесь формируется какой-то бизнес. Здесь надо формировать этот основу, этот фундамент, который потом общими усилиями, общими, причем и государственной власти, и образование, и технологии, он потом может и должен будет вылиться в такое какое-то самостоятельное, прекрасное дело. Формирование культуры. Культуры. Это формирование культуры, которая, наверное, вот у нас немножко подводит. Нет, это культура предпринимательства, такой массовой. Все-таки есть ожидание, что у меня будет работа, кем-то предоставленная. И немножко завышенное ожидание от предпринимательства. Я создам свой бизнес, и все у меня будет, все замечательно, я не буду работать, я буду работать столько захочу, а не захочу не буду работать. И все мне будут должны. Да. Ну и мы стараемся объяснить тем, с кем работаем, что индивидуальное предпринимательство, возможно, вы заработаете ровно столько, сколько вы заработаете, работая на предприятии, в организации, но вы будете сделать то, что вы хотите. Вам будет это интересно. Да, вы будете заниматься тем, к чему вы имеете склонность и интерес. Ну да, без иногда выходных, без отпусков и не на 8 часов рабочего времени, но вы будете делать то, что вы сами решили делать. Это самое важное. И вот эту культуру как раз надо формировать со школьной комиссии. Но здесь сложно, здесь чувство ответственности ты не сможешь на кого-то переложить, да? Тут виноват сам, а не кто-то там другой руководитель, либо кто-то. Здесь уже полная ответственность на себя. Поэтому это не жилка предпринимательства, это готовность нести ответственность за саму себя. Ну нынешнее студенчество, с которыми мы больше со студентами, наверное, в этой части общаетесь, они, как на ваш взгляд, все-таки готовы вот взять такую ношу на себя взвалить и заниматься бизнесом, реальным европейским таким бизнесом? У них чуть-чуть другая мотивация. Они очень ориентированы на самореализацию и на творчество, ну творчество любое, техническое. Возможно, они еще не готовы говорить об ответственности, безусловно, но желание делать что-то, что не им сказали, а что они сами выбрали, их мотивируют на движение в сторону собственного, собственных идей, собственных проектов и собственного бизнеса. Возрастные ограничения есть какие-то для участия в ваших проектах? Абсолютно нет? Нет вообще. Ну если говорить, научился, да, уже можно что-то... Понятно, а возрастная рамка самая, ну скажем так, повыше. Приходили люди в преклонном возрасте со своими бизнес-идеями за ваши 16 проведенных инвест-викендов? Преклонный возраст это... Ну плюс 70, скажем. 99? Нет, ну 99 не было, но за 60 были. Были, причем это очень умные люди. Это... Мудрые, наверное. Мудрые. И создание трассеров для нефтяных... Ух! Вещь серьезная. Да, нефтепроводов, газопроводов. Но это, наверное, такие идеи не для Громинского центра, да, поддержки? Ну... Тут уже на национальный уровень надо выходить. Международный уровень. Международный даже. Это Россия, Дубай, то есть... Это действительно в прошлом... Это прошлый инвест-викенд. Ну такие высокотехнологичные проекты как раз хорошо реализуются, поддерживаются технопарком, потому что там есть возможности и получить, будучи резидентом, получить инвестиции из инновационного фонда. Там есть возможность арендовать офисные и со временем производственные площади на очень выгодных условиях, получить в перспективе поддержку аутсорсинговую, бухгалтерскую, юридическую, бизнес-консультирование и так далее. Такие высокотехнологичные проекты и идеи тоже поддерживаются. Есть инфраструктура в нашем городе для реализации. Давайте в завершение мы нашей программы просто оставим адреса явки, да, где можно обратиться. Где деньги дают безвозмездно. Собственно, будем завершать. Пожалуйста, где, куда обратиться. Для безработных в каждом районном центре в городе Гродно есть центр занятости. В городе Гродно это Держинского, 3. Туда, пожалуйста, обращайтесь. Специалисты службы занятости всегда окажут помощь консультативную, методическую, любую, на безвозмездной основе. Добро пожаловать. Город Гродно, улица Мицкевича, 8. Четко, конкретно. Приходите. Приходите. Приходите, там много денег. Много денег. У нас много юристов, у нас бухгалтера, экономистов, все. То есть любая помощь действительно будет оказана, причем даже вплоть до того, что подберем какую-то определенную идею, и под эту идею можно выбрать вид деятельности с оптимальным налогообложением. Я хотел сказать, только приносите идеи, а тут даже еще и идею вам подберут. Поэтому спасибо, уважаемые гости, за вот этот разговор. И я думаю, что наша программа называется «Идея до бизнеса». И многие, кто сегодня посмотрели и что-то для себя взяли ценное, и вот если у вас есть идея, то, конечно, недалеко тут и до бизнеса. В общем, пускай любые идеи воплощаются в жизнь. Мы желаем вам хорошего настроения. Оставайтесь с нами «Доллары 4». До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok